Большую часть этого выпуска мы посвятим кроссоверу Hyundai Creta, который стал героем сразу нескольких новостей. Начнем издалека. Два года назад, когда китайской публике предъявили второе поколение Hyundai AX25, мы заволновались. Неужели такой будет и российская Creta? Минувшим летом подозрения подтвердились. Дизайн у кроссовера един по всему миру, а различия между исполнениями для разных рынков невелики. Нам достался вариант с немного подправленной кормой и решеткой радиатора, но двухэтажная оптика никуда не делась. Мешает ли дизайн продажам, сказать трудно. Любое падение нынче можно объяснить дефицитом микросхем. Хотя индийская пресса, например, пишет, что Creta проиграла местный рынок Kia Seltos. Но больнее по Creta ударил новенький Hyundai Tucson. А поскольку на корейцев сейчас работают едва ли не лучшие маркетологи, то полная смена дизайна для Creta не должна никого удивлять. И фирменные скетчи подтверждают, вскоре Creta станет похожей на Tucson. Сперва новую внешность оценят покупатели из Индонезии, где запускается очередной завод. Затем рестайлинг увидят Индия и Китай. А нам придется подождать как минимум до весны 2023 года. Тем временем российская Creta впервые после июльской премьеры подорожала. Рекомендованные цены приподнялись на 40 тысяч рублей, а самые богатые в версии Smart и Prestige подорожали на 50. Зато расширен ассортимент. Раньше двухлитровый мотор был доступен, начиная с версии Family, а теперь и в более простой комплектации Classic. В ней нет климат-контроля, багажных рейлингов, кнопки запуска двигателя, камеры заднего вида, парктроника и подогрева руля. А литые колеса заменены штампованными. Зато экономия аж 75 тысяч рублей. А напоследок упомянем, что существует Creta с трехрядным салоном. В Индии такая продается под именем Hyundai Alcazar. А еще семимеску предложат в Латинской Америке. По сути, базовую Creta растянули по базе и увеличили задний свес. Под капотом двухлитровый атмосферник. По компоновочным соображениям задняя подвеска полузависимая, а привод строго передний. Такая машина была бы интересна российским семьям. Ведь выбор бюджетных трехрядников сейчас ограничен одним лишь Ларгусом. Но, увы, в планах российского офиса Hyundai подобной версии нет.